В фойе 20 спорта имени Ивана Рамазана продолжает свою работу фотовыставка, посвященная 90-летию со дня рождения Дмитрия Прохоровича Галкина, с 1973 по 1979 годы бывшего директором ММК. Он стал одной из легенд магнитки, пройдя путь от ученика ремесленного училища до заместителя министра черной металлургии СССР и министра черной металлургии Украины. За годы директорства Дмитрия Прохоровича магнитогорский металлургический комбинат значительно упрочил свое положение в экономике страны. Вкладывая средства в реконструкцию домов, мартенов и прокатных станов, Дмитрий Галкин получал дополнительную продукцию, в четверо превышающую капиталовложения, за что был удостоен звания Героя Социалистического Труда. Не забывал он и о социальной сфере. Строилось очень много жилья, строились детские сады, поликлиники, санатории профилакторий. Именно при Дмитрии Прохоровиче Галкине был достроен дворец культуры Орджоникидзе. Причем он принимал самое активное участие в оформлениях интерьера этого дворца. В экспозицию вошли личные вещи и фотографии, которые рассказывают о разных периодах жизни Дмитрия Прохоровича Галкина, 10-го директора ММК. Как известно, спорт – лучшая профилактика и защита от многих болезней. Именно поэтому Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города накануне Всемирного дня здоровья организовало для магнитогорцев круглый стол, на котором специалисты управления рассказали о ближайших событиях в спортивной жизни магнитки. Так, например, уже сейчас полным ходом в городе идет молодежный турнир по мини-футболу «Весенняя копель». 9 апреля откроется шахматный турнир для детей «Белая ладья». В этот же день дзюдоисты встретятся на Кубке Белого тигра. 23-24 апреля пройдут городские автомобильные соревнования по джип-спринту «Первая грязь-2016». Еще одно яркое событие апреля – открытое первенство города Магнитогорска по спортивной аэробике и фитнес-аэробике огнемагнитки. Оно состоится в конце апреля. В целом, в текущем месяце в нашем городе пройдет более сотни спортивно-массовых мероприятий для горожан разных возрастов. 8 апреля в Большом зале консерватории Оркестр русских народных инструментов «Калинушка» представит новую концертную программу для юношества «Путешествие в мир музыки». В нее войдут симфонические произведения Сверидова и Римского-Корсакова, папури из популярных мультипликационных и игровых фильмов, а также музыка народов мира в переложении гениального домриста Александра Цаганкова. Вход на это мероприятие будет свободным. Этот концерт коллектив рассматривает как своеобразный просветительский проект, главной целью которого является популяризация русских народных инструментов. Мы должны сохранять наше национальное искусство, исполнительство на народных инструментах. Тот народ, который не сохраняет свое национальное, у того народа нет будущего. Этот проект даст старт целой серии концертов, приуроченных Оркестром русских народных инструментов «Калинушка» к своему 30-летию. Конец Советскогоad